Для того, чтобы сейчас так же, как и я, сидеть и мучить себя мыслями о сессии, каждому будущему абитуриенту придется столкнуться с тремя пугающими буквами ЕГЭ. Сейчас существует мнение о том, что ЕГЭ полностью изжил себя, и стоит его вообще отменить. Но стоит ли вообще, может быть, лучше оставить? Именно это мы сегодня и узнаем у совершенно случайных прохожих в нашем новом выпуске «Соц. Вопроса». Поздравляю успешно с данным зачетом. Скажите, как вы считаете, почему ЕГЭ все-таки лучше оставить? Я считаю, что ЕГЭ нужно убрать. Почему? Потому что дети сейчас зациклены на баллах, они не зациклены на том, чтобы выучить бесконально предмет от и до. Все боятся, переживают, начиная с первого класса. Школьникам сейчас объясняют, что у вас ОГЭ, ЕГЭ после третьего, после пятого, после восьмого, после одиннадцатого. Мне кажется, не надо так запугивать детей, не надо учить под шаблон, надо учить предметы. Учить их досконально и сдавать традиционные экзамены. Я не думаю, что ЕГЭ стоит оставлять. Сейчас дети максимально стрессуют из-за этого. Я сам написал ЕГЭ на 151 балл. Вот. И получилось так, что я попал на платку, потом все это... В общем, я считаю, что нужно перестроить немножко систему. То есть ЕГЭ, наоборот, не нужно. Я желаю, чтобы не оставили. Потому что раньше экзамен сдавали, очень даже лучше так оставили бы. Нет, я против. Я тоже против. Потому что это не показатель уровня образования. Человек должен, вот вытянул билет, да, то есть как бы дело случая, да, то есть он на любой случай должен быть подготовлен. А чтобы быть подготовлен, он должен от первого до тридцатого билета, допустим, знать. Ну, на мой взгляд, все-таки знание нужно как-то проверять. И без него качество знаний мы не выявим. Поэтому, мне кажется, нужно его оставить. Ну, я... Нет, я против ЕГЭ, в принципе. Потому что ЕГЭ – это не показатель для вузов, для учеников. Поскольку ученики проходят через огромный стресс, издавая ЕГЭ. И это становится необъективными знаниями. Ну, мне кажется, что лучше вот как-то переработать, либо отменить. Ну что, по результатам нашего сегодняшнего соцвопроса, мы выяснили, что большинство прохожих склоняются к тому, что ЕГЭ все-таки следует отменить и перейти к традиционной форме проверки знаний. Ну, не знаю, согласны ли вы с этим или нет. В любом случае, пишите ваше мнение в комментарии. Ну, а мы всегда будем ждать вас в нашем великом и могучем Казанском федеральном университете вне зависимости от того, какой экзамен вы собираетесь сдавать. Казанском федеральном университете. Казанском федеральном университете.